Всем привет! Сегодня у нас будет история от моей подписчицы. Зачитаю письмо, отвечу на него. Жду ваших комментариев и всегда у меня под видео указана моя почта, куда вы можете прислать свои истории, писать ваши вопросы, задавать, если они есть. И я жду от вас также позитивные всякие ваши истории. Хочу отдельно опять видео снять, но позитивного, как вы видите, не очень-то у нас много, мало кто хочет этим делиться. Но я напоминаю, что я все еще жду от вас счастливой вашей истории. Так, здравствуйте, смотрю ваш канал в течение полугода, я из России, мне 32. Познакомился со своим турком 2 года назад в интернете, он тогда работал по контракту в России. Общались в течение месяца, он предлагал встречаться, я все не соглашалась. За это время он рассказал мне про свою жизнь, он официально женат, у него есть сын 10 лет. Но женой они не живут в течение 5-6 лет, развода она ему не дает. В итоге мы встретились и все закрутилось. Через месяц я решила с ним расстаться, так как он женат и в любом случае уедет, когда закончится контракт. Был очень расстроен, и я, конечно, тоже успела привязаться к нему. После этого через неделю он написал мне, мы встретились и с тех пор начали жить вместе. Прожили мы вместе год, ездили в Турцию несколько раз. Вся его семья знала, что мы живем вместе, но познакомилась я только с его сестрой по видеозвонку. В итоге, незаметно прошел год, контракт закончился, просил меня подождать его, и когда он договорится, наконец, со своей женой, она даст ему разводы. Сам он из небольшого города, и когда он уехал через месяц, у меня был отпуск на 2 недели, и мы решили с ним отдохнуть вместе в Турции. За это время он уговорил меня переехать в Стамбул, что не может жить в разлуке, да я тоже уже не могла. После этого через 3 месяца я уволилась с работы, в октябре прилетела в Стамбул, он уже работал здесь. Перед прилетом мы серьезно поговорили насчет развода, он пообещал, что решит все вопросы. В декабре я полетела к родителям, и через полтора месяца опять вернулась в Стамбул. В итоге сижу дома, он работает. Нарушился мой режим сна, бывает, что нахожусь в депрессии несколько дней, турецкий язык не учится, и даже не пытаясь учить его уже. К разводу дело не идет, развития никакого нет. Стадия развода непонятно вообще в каком положении находится. Он говорит, что нужны деньги, и что жена требует какую-то сумму, и я, честно говоря, даже не хочу вникать в это. Недавно мы поговорили, я выговорилась, сказала, что больше так не могу сидеть без развития, находясь непонятно в каком состоянии, то ли любовница, то ли сожительница. Он сказал, что не может держать меня насильно, у меня как будто рассеялся туман, думая о том, чтобы вернуться обратно в Россию, когда откроют границы. И я опять буду все заново начинать. Хотя человек, он, конечно, хороший, заботливый, да и я сама хочу создать с ним семью, но сколько это будет тянуться, неизвестно. Получается, что ему просто удобно жить со мной, хотя говорит, что хочет на мне жениться. В общем, хотелось бы услышать мнение и советы от вас со стороны. Извиняюсь, получилось сумбурно и длинное письмо. Ничего сумбурно, собственно, письмо не очень длинное, по длиннее читали, ничего страшного. Я могу, не надо, да, не будем писать такие комментарии, рассуждать на эту тему, ой, да ты там знала, на что соглашалась. И на все это, мне кажется, девушка прекрасно понимает, что она приняла решение возвращаться домой. Я вас хочу поддержать в вашем решении возвращаться домой. и не зацикливаться на этом мужчине. Да, вы его любите, но, слава богу, у вас все в порядке в вашей голове, да, вы трезво понимаете ситуацию. Неизвестно, сколько будет тянуться, я непонятно в каком статусе, мне 32 года, да, что-то обещает, по факту ничего делать, вы все пометили, сделали правильные выводы. У вас сейчас как бы, ну, сомнения, почему вы мне написали, мне кажется, вот эти чувства просто, а правильно ли я поступаю, а не потеряю ли я больше, если все это перекрощу. А стоит ли, может быть, подождать? Но у вас даже нет сомнений, стоит ли подождать вы, я намерена возвращаться домой. Честно, вот по-правильному, с точки зрения даже психологии, конечно, надо возвращаться домой, у вас есть это желание, у вас есть куда вернуться. Ну и что, что вы будете начинать сначала? Возможно, вы начнете, и будет у вас больше успехов, вы уже с опытом, с бэкграундом, да, с мыслями другими, рвениями другими в жизни, и, может быть, в работе или в карьере у вас все вообще по-другому закрутится, вы другую работу найдете, и вы по-другому развиваться будете, понимаете? Это как шанс вам начать новую жизнь с чистого листа, вот так это воспримите. Если у вас, вот, понимаете, он может вот так вот сидеть, обещать то, что он и делает, и, как вы сказали, я ему высказалась, я непонятно в какой позиции, вот видите, он же не побежал быстрее искать деньги на откуп от своей жены в разводе. Есть такая тема, да, дают финансовый откат, иногда это там судом прям прописано, женщина говорит через адвокат, сколько денег она хочет за развод, откат такой, да, он официально выплачивает эту сумму, может, кстати, в рассрочку платить, как я слышала такие истории, помню, ну, как кредит, короче, или взять кредит и выплатить, ну, короче, вы понимаете, это решаемый вопрос. Она хочет за развод просто денег, она, скажем так, шантажирует, но с законной точки зрения. А он не хочет денег, он хочет дожать ее, короче, да. Смотрите, если они 5-6 лет вместе не живут, на развод они не подавали. Может, они реально как бы там не жили, все понятно, но развод там 3 года, если стороны подали на развод, не пришли к консенсусу какому-то, их там потом автоматически все равно разводят через какое-то время. Но это не 5-6 лет, а 3 года. Поэтому, если бы они подали документ, даже вот вы уже с ним год жили вместе, вы сейчас сюда переехали, если бы он подал на развод, когда вы уже познакомились с ним, и то уже бы полусрока прошло полтора года, понимаете, еще полтора бы автоматически бы их развили. Да, человек просто не хочет это предпринимать, и выводы неприятные напрашиваются, да, он не принимает по факту никаких усилий в этом направлении. И вы это видите, к сожалению, и вам от этого больно. И это, по сути, правильно. И с точки зрения психологии, конечно, это немножко невротические отношения, вступать, соглашаться на отношения, заведомо зная, что человек с тобой быть не может. Это страх определенной отношений у вас лично, да. Это не оправдывается тем, что мы влюбились, и так все закрутилось, да нифига подобного. На самом деле это какой-то страх к отношениям есть и всего прочего с этим связанным. Вы выбрали специально себя мужчину, который не может быть разведен, но просто по факту сейчас ваши желания гораздо выше ваших каких-то непрактических посылов, желаний, и, короче говоря, замуж хочется больше, семьи и любви, поэтому вы готовы даже от него отказаться. Но это и правильно. Здоровая логическая ситуация, логика психики, вы поступаете правильно. Я вас поддерживаю в том, что вы хотите переехать, смотрите эту ситуацию как позитивную для развития лично себя. Вы ничего не проигрываете. Вы съездили, пожили, посмотрели, не ваше. Мы не должны сейчас даваться учиться турецкий язык легко, потому что у вас нет желания выиграть. Я в депрессии. Но это, я думаю, не клиническая настоящая депрессия, а просто такой упадок настроения и все прочее. Вы просто понимаете, осознаете, что это в никуда. Знаете, почему у вас такие мысли здравые в голове и правильные, самокопание идет? Потому что вы не бежали от ситуации, когда вам, ну, дома у себя нечего терять. Вы бы тогда вопросов таких не задавали. Вы бы в него вцепились и сидели, ожидали годами, когда он разведется. И его бы там пилили и все прочее. У вас просто есть что терять. У вас все в порядке на родине, вам есть куда возвращаться. Поэтому не надо терять себя. Вы можете спокойно вернуться и начать жить заново. И перевернуть, да, ему быть благодарны за этот опыт, а себе сделать выводы о том, какие мужчины вам нравятся. Подумайте, почему вы на него клюнули, какую заботу он вам такую оказывал, как вы у него мужика такого почувствовали, ухаживания какие-то у него. Вот это вам надо проанализировать. И чтобы в следующий раз просто делать, а не в том, что он женат был, и вы это знали, вы на это пошли, это другая история. О том, какие он вам чувства давал, да, как он за вами ухаживал, почему вы на него повелись, смотря на то, что изначально он в отношениях быть с вами не может. Там такая запутанная ситуация. И я повторюсь, я очень много об этом видео в своих раньше говорила. Когда женщина соглашается на роль любовницы и встречание каких-то там беспланов на брак, это низкая самооценка, это желание быть на втором месте. Это тебя, скорее всего, в детстве сравнивали с кем-то родители, или с сестрой, с братом, с соседями, с другими детьми, неважно с кем. Это родители были тобой где-то недовольны, или не хватало какой-то оценки хорошей, благодарности родителей, похвалы родительской. Это все из этой истории. Ты готов себя приносить в жертву таким отношениям. На самом деле, это еще и страх отношений, потому что мы заведомо выбираем партнера, который с нами быть не может по объективным причинам. Я больше скажу, что если бы даже он был в таких ситуациях, как надо себя вести, если вы встречаете замужнего или женатого, неважно, я имею в виду замужнюю женщину, мужчина встретит женатого, мужчину занятого, в общем. Я считаю, что даже не сам брак, а если в отношениях человек, например, в каких-то долгих, даже не узаконенных по штампам, это тоже к этому относится. Вы всегда должны сказать, дорогой, я тебя люблю прекрасно, но когда ты разведешься или когда ты расстанешься, возвращайся, и мы попробуем с тобой строить отношения. То есть не надо в эти отношения влазить и куда-то их заводить и давать близкого контакта человеку. И этого контакта не получится у нормально здорового психического человека, потому что вы будете чувствовать, что вы не на первом месте, что не вас любят, там уже место занято. Почему я должен быть на втором месте за кем-то? Это мне не по кайфу. Вот у вас какие мысли будут, если у вас с психикой все в порядке. Если у вас таких мыслей нет, то это повод вам над собой задуматься, что, собственно, не так. Так, я вам вообще желаю всего хорошего. Ничего страшного, если что вы хотите уехать, пусть он вас отпускает, покупает билеты, да слава богу. Одно, сейчас будет трудно, если у вас какая-то такая профессия, найти работу из-за кризиса всех этих ситуаций. Вообще во всем мире сейчас проблемы с работой. Но это лучше, чем ничего, это лучше, чем тратить время в никуда, это непонятно, что ждать. Знаете, если бы он, я вас так успокою, если бы он предпринимал конкретные действия, и говорил, ой, надо полгодика подождать, подожди еще год, или вот я еще деньги на этот, ну что-то вообще, блин, делал, то тогда бы я это поняла. Но так как ничего, и вы сами это понимаете, с улыбкой смотрите, да, спасибо за проведенное время, за то, что посмотрела Стамбул, Турцию, окей, аривидерчи, красавчик, увидимся. Ну потому что, ну а что сидеть ждать? Ничего. Обещание он так будет долго кормить, еще лет 10 просидите. Потом забеременеете, родите вне брака, даст он ему свою фамилию, ребенок будет на его фамилии, вы хрен куда-то с ним уедете с ребенком, вот это вообще во все ввязнете, а будете беременны, например, или родить его жена, начнет вас бухать. Короче, вам вот эти проблемы зачем нужны? Столько там такой шлейф может навязаться, поэтому надо бежать, пока есть возможность, честно скажу. Не надо в это влазить. Человек показал вашу значимость, и вас отпустил, я же тебя насильно держать не могу. Ну вот и делайте выводы, правильно, едьте спокойно. Не расстраивайтесь вообще. Не можешь меня держать? Я найду того, кто меня держать захочет. Зато кто не будет мне трепать мозги, обещать, кто будет конкретно делать, вот все. Вот, желаю вам удачи, все будет в порядке, не расстраивайтесь. Просто сделайте выводы и поработайте над собой в будущем. Поймите, что такого мужика больше вам встречать не надо в жизни. Трата времени вообще впустую. Поддержите девушку, напишите комментарии. Может кто-то попадал в подобные ситуации. Скоро увидимся, всем пока.